здравствуйте дорогие радиослушатели в чикаго или в или носик ему как интересней 3 часа 3 часа 10 минут или 8 минут сколько у нас 8 минут четвертого в эфире программа политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а сегодня мы будем говорить на очень интересную тему кон которая называется зачем тебе это на то об организации и об отношении ее с россией организация нато которую так боится россия почему же россию так боится какие проблемы в связи с этим появляются и как говорится вот эти вот четыре буквы так на российских политиков влияет чуть ли не до потери сознания ген давай напомним сначала немножко да что же за организация это такая злобная и твое мнение почему россия так боится этой организации ну начнем с того что нато это военно-политическая организация одна из самых влиятельных если не самая влиятельная в мире я думаю что она даже не просто военно-политическая она и экономическая организация куда входят 29 стран организована она была 4 апреля 49 года основателями ее были 12 стран вот а сегодня это мощнейшая мощнейшая структура каждая страна должна платить по 2 процента от своего ввп а почему россия боится нато ну во-первых это военная серьезнейшая организация кстати часто ее возглавляют бывшие премьер-министры или министр иностранных дел европы это говорит о том что это достаточно влиятельная влиятельный политический пост в мире ну смотри а если мы сейчас я хочу просто обратиться к нашим радиослушным мы немножко порассуждаем по поводу этой организации потом я скажу телефон нашей студии и мы послушаем ваше мнение вот смотри в организацию стремятся бывшие республики советского союза да в ней уже уже состоят эстония латвия литва и на подходе украина и грузия ну будем так говорить еще пару лет и грузия и украина станут членами этой организации я просто хочу понять для себя что же так возмущает ну давай давай возьмем так вот гипотетически мы снимаем с тобой кино такое да и нато приближается границам россии и завоевывать россию что в этом случае с россией случится начнут вешать расстреливать там уничтожать ее генетическую собственно не собственность там допустим не даст не дадут возможность женщинам рожать уничтожить язык что так россию волнует что нато вместо того чтобы с нато как-то договориться может быть вести какие-то кстати это было по моему да да в 50 56 году советский союз 54 54 просился в нато но его туда не приняли поэтому было создано кстати это одна из интереснейших деталей а я имею ввиду в 90 годах россия довольно плотно сотрудничала это же хотела хотела в нато тоже на сегодняшний день вот при президентстве путине все время какая-то такой страх вызывает все говорят нато подошла к нашим границам ну и что что подошла к нашим границам а я думаю что в россии нато воспринимают как тефтонский орден это что-то такое что их напрягает и в принципе я могу согласиться с тем что просто так относиться к тому что у твоих границ находится достаточно серьезная военная сила как бы об этом надо думать но но можно же и сотрудничать да дело в том что смотри а нато на сегодняшний день какие задачи нато на сегодняшний день это какой-то решать какие-то конфликты правильными международные международные конфликты да почему бы россии в них не участвовать в решении то они хотят быть обособлены от этой организации вместе с тем они боятся что их нато завоевать час мы послушаем что он скажет наши радиослушатели и может быть даже с ними поспорим если такое будет возможно я напоминаю телефон нашей студии 847 4 2 0 5 2 2 0 смотрите смотрите нас в ю тубе пожалуйста оставляйте свои лайки под вывеской nwc и пожалуйста будем разговаривать значит тема напоминающие наши мы не отвлекались от темы сегодняшней передачи это организация нато а ее отношения с россией почему россия так боится эту организацию и что за этим стоит звоните и мы начнем с вами по этому поводу дискутировать новость на большой вопрос да а можно представить себе что если россия войдет нато да то зачем нужно будет нато а я я могу ответить на сегодняшний день нато принципе нато создавалась как организация противодействующая советскому союзу да но на сегодняшний день нато не является такой организацией то есть на сегодня она является такой структуры мировой структуры которая способна сдерживать какие-то мировые конфликты воины то есть в разных частях света то ли это европа то ли это американский континент лишь или еще какие-то будем так говорить страны то есть если посмотреть где нато в последнее время участвовала до в каких кризисах то это балканский кризис 90-х годах это кризис который был ближний восток афганистан и ирак да и естественно вот то что сейчас серии происходит отдельные части значит будем так говорить что хоть и говорят о том что америка в основном там ведет свои военные действия а это все все под эгидой нато мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый а она лучше лучше Ага, значит, то есть, насколько я вас понял, как только Россия поднимается, значит, НАТО хочет, чтобы в России стало хуже, правильно? Нет, ну а порой, я хочу сказать, что политика России никогда не была в своем поиске, она всегда была, чтобы не себя лучше, а чтобы с ним хуже, с ним хуже, с ним хуже. Вся политика. Спасибо, спасибо. Значит, одна интересная деталь, да, как только в России все хорошо, экономика, политическая ситуация, все это, она-то не вспоминает. Вот, будем так говорить, в начале 2000-х годов, да, когда у России были более-менее нормальные отношения с западными странами, с партнерами, о НАТО не вспоминали, не говорили ничего, а НАТО было партнером. Как только в России становится экономически хуже, соответственно, дальше идет политически хуже, чтобы найти вот этого внешнего врага, которым Россия и Советский Союз всегда пользовались, сразу находят либо НАТО, либо Америка, естественно, либо, ну, одним словом, загнивающий запад, который никак не загнется. Но НАТО это такой вот, как бы, жупел, жупел, да, жупел, которым нужно вот народу показать. Вот смотрите, нас завоюют, значит, нас лишат нашего языка, нашей культуры и так далее. Самое интересное, что я хотел бы сказать, что, ну, давайте ответим на звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что такое НАТО? Это Норсоатлантический Союз. Да. Какое отношение Норсоатлантический Союз имеет к Сирии или к Афганистану? Ну, задумывалось оно сначала так, но в развитии времени... Задумывалось, оно так и называется, и остается называться. Ну, это политический бренд, как вы понимаете. Просто они решают другие задачи сегодня. И, как мне кажется, они решают это более эффективно, чем даже войска, например, ООН, которые вообще ничего не решают. Как по мне, НАТО это сегодня охранительная военная структура. Это мое мнение. Что они охраняют? Они охраняют мир, во всем мире, как говорил Леонид Ильич Брежнев. Вы знаете, это так, как говорит нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Ну, нынешнее поколение в России будет жить при коммунизме, пока там Владимир Владимирович Путин, они там будут жить при коммунизме. Пока коммунизм их полностью не накроют. Спасибо большое. Я понимаю волнение наших радиослушателей по поводу, будем так говорить, вот таких вот точечных вопросов в плане того, что они охраняют, что они не охраняют. Мы говорим о НАТО и отношениях. Если кто-то не слышал, я просто хочу повторить. Отношения России и НАТО. Пожалуйста, давайте будем по теме. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Аня. Слушайте, по поводу завоевания НАТО России. А вы знаете, между прочим, они действительно в это верят. Я как-то через на одноклассниках разговаривала с своими знакомыми. Они мне там вот это вот просто чуть не плюнули в лицо, что ты только ждешь, чтобы Америка нас завоевала. Так я надеюсь посмеялась, говорю, ребята, вам молиться надо, чтобы Америка вас завоевала, чтобы здесь нашелся идиот, который захочет это сделать, потому что американцы к вам придут, они вам построят больницы, школы, дороги, они вам дадут работу, все-то, чего у вас сейчас нет. Все правильно. Все правильно. Спасибо, Аня. Спасибо. Пропал звонок. Знаешь что, я хотел бы сказать, что русские в России вообще-то не понимают, что такое НАТО и не понимают саму структуру. Ты имеешь в виду, давай уточним, не понимают политики или простые люди? Нет, политики как раз понимают, но мне кажется, что общественность недостаточно понимает. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто я хочу вам напомнить, в начале 2000-х годов риторика России была совершенно другая. Там, вступим НАТО, получали кредиты от Запада. Ну, то есть, использовали Запад по полной. А потом мюнхенская речь Путина. Они встали с колен, цены на нефть возросли. Ну и пошло, как пошло. Теперь НАТО враг. Вот такая дипломатическая игра. Спасибо. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Безусловно, сегодняшний день Россия безусловно волнуется. Почему? Конечно, если бы Путин, как-то развала Советского Союза, обнял бы Украину, Белоруссию, Грузию, Осетию, Абхазию и так далее. Что он сделал? Вот тем, нападение на Украину, вот это была грубейшей ошибкой. Вы пропали. Пропали, да. К сожалению. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы думаете, что базы, построенные на границе с Россией, это для того, чтобы обороняться от России? Вы знаете, я вам скажу честно. Лично мне, да, все равно обороняться от России или нет. Я знаю историю. За последние 10 лет, за последние 10 лет, Россия сделала много агрессивных шагов в отношении своих соседов. В Грузии и Украины. Поэтому, если эти базы стоят, значит, они стоят направлены против того, чтобы Россия еще куда-нибудь не зашла. А следующая на очереди стоит моя родная Белоруссия. И это, если вы смотрите последние новости, следите за этим, то вы должны это прекрасно понимать. А ты мне скажи, почему, если базы расположены в Прибалтике, почему туда Россия до сих пор не зашла? И если бы база стояла в Украине, где-нибудь там, во Львовской области, может быть, в Харьковской области, может быть, в Киевской области, как ты думаешь, Россия бы... Никогда в жизни. Вот и все. Это ответ на вопрос... Это зонтик. Это ответ на Феликса вопрос. Что они там делают? Они охраняют. Они ни на кого не нападают. Но зато туда Россия не заходит. Вот и все. И, как я говорил, это миротворческая организация. Мне в большинстве кажется. Принимаем звонок. Добрый день. Добрый день. Миротворческая организация. Вот вы говорите о ПВО и прочее это. Есть активные ПВО и пассивные ПВО. Пассивные для защиты. Активные для того, чтобы нападать. Феликс, у меня к вам вопрос быстрый. Вы мне скажите, если НАТО завоюет Россию, что с Россией случится? Только в двух словах. Она распадется. Ее лишат языка. Она никогда не завоюет Россию. Хорошо. Давайте гипотетически. Хорошо. Гипотетически. Если Россия войдет. Гипотетически. Представим себе. Гипотетически это точно так же, что было бы, если бы Гитлер победил. Вы сравниваете организацию НАТО с Гитлером? Да. Да? Замечательно. Но вы знаете, вы знаете, Феликс, мне вас жалко. Извините, пожалуйста. Не хочу говорить более какие-то грубые слова. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый. Вы знаете, вот беседа такая, в общем-то, шепетельная и интересная. Советский Союз, Советский Союз, я вас слушаю не первый раз. И меня все время немножко даже удивляет. Вы почему-то берете только лишь последние 50 лет. А вы-ка вспомните 907-й, 911-й, как Россия называлась Россией и поднималась. Что, Прибалтика в состав России входила? Нет. Что, Бессарабия входила в состав России? Нет. Однако почему-то Англия со всеми своими другими, и Австрией, и Венгрией, пошли на Россию, чтобы развалить. И создалась Первая мировая война. Это значит, это... Минуточку. Да. Если вы задаете вопрос, я скажу, а дальше будете выступать, а я вас просто послушаю. Так вот, посмотрите, что произошло. В 1914 году сколько людей положили. Россия напала на Австрию, Венгрию и Англию. Англичане были в Крыму, два года были, были на Дальнем Устоке, были в Баку. Какого же черта не удержали эту территорию, а просто награбили все, что нужно, и отвалили. И для них это стандартная схема. Награбить такая маленькая страна, Англия, построила мощнейшую армию подводной лодки, около 300, и дальше держит всех за злот. Хорошо, я вас понял. Но давайте, минуточку, у нас, у нас не так много времени. Давайте я быстренько вам отвечу. Вы, по-видимому, хорошо изучали историю Советского Союза и по советским учебникам. Поэтому вам кажется, что англичанам, французам и кому-то было просто нечего делать, как прийти в Россию и завоевывать. Там было совершенно все другое, и это мы сейчас обсуждать не будем. Подожди, одну секундочку, я хочу продолжить тему. Я хочу вам посоветовать очень хорошо изучить историю. Но не по-советски. Да, дело даже не в советских. 1114 года, почему началась война? Почему началась война и какое участие России было в этой войне? Кто грабил, кто не грабил? Если вы плохо изучали в школе историю, то я изучал историю в школе очень хорошо. И тот бред, который, извините, пожалуйста, сейчас наговорили, награбила, ушла. Почитайте, пожалуйста, хотя бы Википедию для, как говорится, начального изучения. Потому что то, что вы говорите, ну это вообще даже ни в какие рамки не лезет. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, совершенно не нужно идеализировать, надо, что это какие-то рыцары, стоящие на защите мира. А это, как и всякие другие такие организации. Главная их задача – отискать свою страну сырьем, ресурсами. Где-то там поезжая скопаем. Да, пропали. Да. Никто... Ну хорошо, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я хочу поддержать этого господина, который... Феликс, я понимаю, чем вы хотите поддержать. Это страны Запада постоянно грабят Россию, бедная Россия. Никак не может опомниться того, что ее постоянно грабят, приходят, грабят. Короче, бедный русский народ. Все это понятно. Вот. А НАТО, никто не говорит о том, что НАТО – это какие-то рыцари, такие благородные. Дело абсолютно не в этом. Дело в том, что эта организация, еще раз, была создана для противодействия советской угрозе. Это поначалу. Смотри, и сегодня... И странам Варшавского договора. Да, которые были потом созданы. Да, вспомните это. И сегодня, благодаря НАТО, Россия действительно не лезет ни в Прибалтику, ни в Польшу, ни в Восточную Европу. Хотя могла бы уже и нашла бы для этого... В 68-м году где была Россия? В Чехии. В 56-м году где была Россия? Это что, венгры напали на Россию, уважаемый Феликс? Или чехи напали на Россию? Или Польша напала на Россию? В 80-м году. В 80-м году. Скажите, пожалуйста, и если бы не НАТО сегодня, еще раз, в Прибалтике, сегодня Прибалтика бы вся говорила на русском языке, и Путин бы им указывал, где и что говорить, и как и что делать. Вот и все. Это правда. А поэтому Россия боится НАТО. Они понимают, что они с НАТО ничего не смогут сделать в ближайших странах. Но это не благотворительная организация. Естественно, они не в белых перчатках. Об этом никто не говорит. Примем звонок, а потом идем на рекламу. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Это тот человек, которому вы сказали, что я очень плохо в школе учился. Да. Говорите. Поговорите, пожалуйста. Добрый день. Так вот, насчет того, что вы говорите о том, что не напала на Прибалтику. А им нечего нападать на Прибалтику. И Прибалтика ничего не делает такого, чтобы Россию... Россия, кстати, не нападала на Украину. Ну, это вам кажется так. Это ваше мнение. Она делала то, что, в общем-то, по всем правилам ООН и... Забрать территорию, которой ей не принадлежало, да? Замечательно. Принадлежало такой страны, как Украина, вообще не было. Ну, все, на этом тогда заканчивается... Феликс, от вас... Феликс, вы извините, но... Мы об этом... Феликс, от вас так пахнет программой, время покажет, что даже здесь, в студии, вот эта вонь распространяется. Это несерьезно. Мы не будем говорить о том, что нет такого государства. А говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый день. А перед съем... Россия, но подать и не собирается, не будет. Это ясно. Да. Самое худшее, что, учитывая характер Путина и его мозги, он может, не дай бог, оккупировать Украину до того, когда ее примут на то. Вот это опасно. Вот это опасно, да. А я, перед тем, как мы уйдем на рекламу, я хочу, чтобы тот человек, который к нам не дозвонился, у нас просто звонок оборвался по поводу его знания истории, нам перезвонил после рекламы. Мы вас слушаем. А вам добрый день. Добрый? Добрый день. Скажи, пожалуйста, говоря о вторжении советских ворс в Числовакию и Венгрию, вы забыли упомянуть, что это было не только в страны... Варшавского договора, правильно. Да, правильно. Да, правильная заместка. Которые с совместным решением приняли решение о вторжении для восстановления по их понятиям нормальной власти. По нашим понятиям нет. Но надо говорить всю информацию объективно. Я очень прошу вас. Я с вами... Не упускайте эти моменты. Спасибо. Тогда к вам будет больше доверия. Спасибо большое. Все правильно. Говорите. Добрый день. Слушайте, у меня вопрос ко всем этим товарищам, которые убеждены, что НАТО грабит Россию. Извините меня. Дети богачей НАТО, они находятся в России? Деньги из НАТО выводятся в Россию или наоборот? Как вы правильно заметили, наоборот, Россия спонсирует НАТО с помощью детей и олигархов и политиков. И вот чего... Недвижимость, видимо, НАТО скупает в России, да? Ну да. Или наоборот, россияне скупают недвижимость в НАТО. Я что-то немножко потерялась в пространстве, по-моему. Спасибо. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Да, я тоже считаю, что НАТО это чисто оборонительное противовес бывшему СССР. И насчет прибавлотовки, вы правильно сказали. Никогда не полезен, потому что стоят базы. Путин этого боится. А предыдущему товарищу, который сказал, что украинцев не было, пускай учит историю. В 2014 году, в августе месяце, я был в зоне боевых действий на востоке Украины и видел, как это нет русских солдат. Я разговаривал с пленными десантниками Пскова, с этими пацанятами, у которых не было знаков различия, у них все отобрали. Да, они были в отпуске. Чтобы не могли сообщить, это не было русских. Ну, они же говорят, что они в отпуске. Хорошо, спасибо, спасибо большое, мы уходим на рекламу. Спасибо. В эфире программа Политинформания, мы продолжаем тему, которую начали, отношения НАТО и России, почему Россия так боится этой организации. Сразу принимаем звонок, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. 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 Я, как говорится, поддерживаю ваше мнение полностью, больше чем на 100%, хотя так не бывает. Но иногда бывает. Можно я расскажу анекдот, который ходил, ну, буквально перед распадом Советского Союза? Только очень быстро, потому что звонков у нас очень много. В новостях происходит, идет информация, вчера было заседание Советских Республик и Японии. Ну, что же обсуждали присоединение к Японии? А как же проголосовали? Проголосовали 15 за, 1 против. А кто же против? Япония. Вот это примерно так же НАТО с Россией. Спасибо. Спасибо. Звонок ушел. Дваген, мы говорили о том, что это военно-политическая организация, да, двойно помним, да. Но дело в том, что за последнее время, за последние, будем так говорить, лет 20, организация реструктировалась, да? Да, да, да. Превратилась еще и в экономическую организацию, потому что, если кто-то из вас был на военной базе, у нас есть звонок, да, будем говорить? Ну, давайте ответим. Добрый день. Добрый день. Алло. Да? Да, говорите, пожалуйста. Когда говорят, что успехи гитлеровской армии обеспечились тонно-внезапным нападением, и тем-то и тем-то ошибаются люди. Перед войной российская, советская армия была во всех видах оружия превосходила... Я очень извиняюсь, у нас сегодня другая тема. У нас, давайте еще раз, мы не говорим сегодня ни о войне, ни о чем другом, мы говорим об организации НАТО и ее отношения с Россией. С Россией. Почему Россия так боится НАТО, а НАТО так боится или не боится России? Вот еще. Значит, в продолжении разговора, если кто-то из вас был на военной американской базе, он видел, что это такое. Это город, где работают люди, где служат солдаты, но это еще экономическая структура, которая выгодна сегодня многим странам. В первую очередь странам, не сильно экономически развитым, таким как Прибалтика, Прибалтийским государством, Восточной Европы странам. Это им еще и выгодно и зонтик. Они себя чувствуют просто свободно, потому что они знают, что один за всех и всех за одного. Если вы знаете, значит, натовский принцип, принцип, значит, один за всех и все за одного, если его сформулировать. Хотя, будем так говорить, и среди натовских участников есть и такие, как Турция, да, которые закупают самолеты у России. И вот это вот больше всего мне непонятно. И как это может сопоставляться с тем, что Турция состоит, кстати, одна из активных участников НАТО, да, но вместе с тем они закупают вооружение у России. Поэтому вот это вот несоответствие, но это, как говорится, господин Эрдоган решил играть свою роль. Покупают самолеты у России, а потом сами же их сбивают. Да. Ну, это вот есть такое анекдотичное отношение к этой организации у одного из участников. Ген, пока звонков нет, мы продолжим дальше размышлять, рассуждать на подходе в вступление в организацию Украина и Грузия. Как ты думаешь, я не думаю, что это займет много лет, да, в связи с теми событиями, которые за последнее время были. А как ты думаешь, какая реакция России будет, мы можем предположить, да, только предположить, когда Украина и Грузия в организацию вступят? Ну, это абсолютно, здесь даже разговаривать не стоит, потому что это абсолютно отрицательное отношение. Россия всеми силами показывает кулаки Западу о том, что Украина и даже не Грузия, Украина не может быть в составе НАТО. А с Грузией они уже сделать ничего не могут, Грузией не имея даже... Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, у меня есть идея, как прекратить российские агрессивные действия. Интересно. Это, ну, очень просто. Нужно в НАТО внести, в их палисе официально внести маленькое изменение. У них есть такой пункт, что страны, имеющие конфликты, пограничные конфликты, в НАТО не принимаются. К сожалению, да. А в НАТО, кроме конфликтов с Россией, если у страны есть конфликт с Россией, они принимаются в первую очередь. И все. И, как говорится, бабка пошептала. Я с вами полностью согласен. Спасибо. Тут, в принципе, понимаешь, я думаю, что в организации, в руководстве НАТО люди умные и прекрасно понимают, да. Они не хотят, я уверен, на 100%, не хотят конфронтации с Россией. И всегда, в принципе, делают определенные шаги. Ну, выступает руководитель НАТО и дает разные, как говорится, интервью, пытаясь России дать понять, что в отношении этой страны они не являются угрозой. Что сотрудничество, это было бы лучший вариант на сегодняшний день, чем конфронтация. Ну, а Россия для себя решила вот это вот четыре этих буквы, которые им очень не нравятся. И, как говорится, Россия хочет исполнять свою песню. Это понятно. Крутые ребята в России решили поиграть в геополитику. Но, к счастью, к счастью, существует вот Североатлантический военный союз, который, да, кстати, очень хорошо, что сегодня Трамп поднял вопрос о том, что каждый должен платить свою так называемую десятину, 2% от ВВП. И этим самым поднял у НАТО, значит, доходы, страна должна, то есть НАТО должно быть богатой организацией, и она сдерживает Россию. Сегодня, это понятно, сегодня агрессивные действия Путин поставил задачу восстановить Советский Союз, восстановить Российскую Империю. При том, что интересно восстановить ее именно на Западе, а не у тебя на Востоке, Узбекистан и Таджикистан его не волнуют. Ему интересны страны Прибалтики, Украина, Молдавия. Поэтому, чем быстрее НАТО примет Грузию и даже Армению, даже Кавказские республики в НАТО, тем, мне кажется, тем будет спокойнее. Ну, хорошо, если, допустим, будем так рассуждать, на сегодняшний главный вопрос для, все-таки для России, это Украина. Главный вопрос, правильно? Да. То есть, Грузия как бы убежала, и нам показывает, что у нас есть звонок, мы вас слушаем. Добрый день. Говорите, пожалуйста. А, добрый день, да, братья Брумеры, добрый день. Это интересная тема, а у меня такой вопрос. Всем известно, что Греция и Турция являются членами НАТО. У этих стран, по словам Варвары, есть конфликт, и очень давний конфликт. И эти страны даже некоторое время там сбивают самолеты, потом друг друга. И в случае агрессии Греции против Турции или Турции против Греции, как же будет НАТО поступать в таком случае? Благодарю. Вадим, вы слышали? Очень хороший вопрос, кстати. Нет, это хороший вопрос, да. Вадим, вопрос заключается в том, что мы сегодня говорим, я уже четвертый или пятый раз повторяю, об отношении НАТО и России. О том, какие взаимоотношения, как танцуют танго Греция и Турция в отношении Кипра, да, мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Если вы хотите перезвонить, скажите ваше отношение, завоюет НАТО Россию или не завоюет? Если завоюет, что они сделают с жителями России? Уничтожат всех поголовно, культуру уничтожат, там, не знаю, их переделают. Вот это Калуга станет носить там французское название, Москва, Москва вообще переименуют в Новый Орлеан или еще что-нибудь. Вы вот-вот в этом плане мы сейчас говорим, понимаете? У меня есть такой еще вопрос. Вот стоят страны НАТО на границах, то есть в Прибалтике и так далее, Польше. Кто из этих баз предпринял хоть одну какую-то попытку какой-то агрессии по отношению к России? То есть что они делают для того, чтобы Россия вдруг получила такую причину их бояться? Главное, я считаю, что главное то, что на сегодняшний день Россия делает, так как экономическая ситуация в стране тяжелая, кто бы что ни говорил, тот, кто ездит на мексиканские, значит, эти курорты и разговаривает с какими-то олигархами мелкими по поводу того, что в России тяжелая экономическая ситуация. Также в России очень тяжелая политическая ситуация. Для того, чтобы народ не отвлекался на вот эти вот проблемы, а народ периодически отвлекается на эти проблемы, нужно это что-то найти внешнего врага, который бы этот народ сплотил в едином порыве. Поэтому вот организация НАТО, вот это вот все, как говорится, то, что идет с запада, загнивающего запада, это говорит о том, что, значит, уничтожить Россию, чтобы ее вообще не существовало. Это такие, как карикатуры советского времени, да, Кукриниксов или Бориса Ефимова о том, что вот злобная такая организация, и нам надо защищаться, да. Добрый день. Добрый день, говорите. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. А, хорошего дня вам. Спасибо. Вадим, Вадим, он баран-провокатор, вы не обращайте внимания. Спросите у него, он будет сидеть со своими двумя друзьями и выпивать, и когда они между собой начнут драться, на чью сторону он склонится. То же самое, это провокационный вопрос, абсолютно бесполезный и беспредметный. И Турция, и Греция, и Турция особенно, в НАТО состоит только для того, чтобы получить внешнюю защиту. И не Турция, и тем более Греция, ни копейки денег НАТО не платит. И в свое время Трампа поставил очень сильно на место, именно поэтому Турция пытается найти какое-то компромиссное решение между НАТО и Россией. Она у двух мамок одновременно хочет кормиться. Спасибо. Спасибо. Значит, я благодарен всем, кто звонит. Мы продолжаем нашу передачу. Хочу напомнить, телефон у нас остается немного времени. Нам очень интересно ваше мнение. 847-400-52200. И смотрите, пожалуйста, нас в Ютубе. Ставьте лайки, комментарии, пожалуйста. Слушаем вас, говорите. Добрый день. Господин Червец, скажите, а к вам с дурдома долбоебал много звонит? Ну, это не разговор. Таких слов не будет. Вадим, Вадим, я понимаю, что культура – это не ваш конек. Поэтому, пожалуйста, сделайте одолжение. Наберите воздух в легкие и выдохните потом. И если вы будете звонить вот именно с такими комментариями, вас больше подключать не будут. Это я вам обещаю. Надо быть немножко при уме и мозгах. Если это отсутствует, у нас есть хорошие врачи. Вы можете послушать рекламу. Мы продолжаем нашу тему. Значит, еще раз мы возвращаемся к теме взаимоотношения НАТО и России. И для России это, естественно, НАТО – это красное полотнище. Вот смотри, Ген. А если, значит, в прошлом году был чемпионат мира в России, да, по футболу. Там были выборы Путина, был чемпионат мира. И как-то об этой организации НАТО не говорили, да. Все люди воодушевленно, значит, сначала выборы Путина, значит, потом чемпионат мира, все готовились, да. Потом еще пенсию людям, значит, в возраст подняли. Как-то это все сглаживалось. Сейчас нету никаких событий. И вот сколько я сейчас иногда, я сразу хочу сказать. Я не смотрю Соловьева и не смотрю 60 минут. И не смотрю любимца некоторых наших радиослушателей Шенина. Я их пролистываю. Потому что для меня в последнее время эти передачи превратились, знаете, в такой цирк Шапито, где есть, как говорится, участники. Причем как с другой, так и с одной, так и с другой стороны. Вот. Но там иногда бывают довольно интересные высказывания. И вот все, что говорят по поводу этой организации, это страх у людей вызывает страх. Слушай, Элик, а вот если, например, подойти, может, они все-таки завидуют тем странам, которые находятся в НАТО? Зависть это тоже такое же чувство, как и любовь. То есть, да, да, может быть, они действительно завидуют возможности Украине туда вступить или странам Прибалтии, Балтии, то, что они там, значит, находятся. Почему нет? Я думаю, что тут даже не то, что зависть, тут имперские вот эти амбиции, когда из-под твоего влияния уходят, значит, уходят люди, уходят организации, уходят страны. Значит, ты им не смог предложить то, что им предлагает другая сторона. Есть такое понятие, добра добра не ищет. Да. Правильно? Да. Поэтому, если люди уходят, значит, что-то там не так. Ну, их же гложет проблема в том, что Варшавский договор был распущен в свое время, а НАТО осталось. Как это так? Мы отдали им Восточную Европу, это не Восточная Европа ушла под зонтик европейского НАТО, а мы отдали, а сами остались как бы ни с чем. А самое интересное, посмотреть на Польшу, действительно, это правда, посмотрите на Польшу, вот находясь под НАТО, вы посмотрели, как они расцвели, у них появились абсолютно другие приоритеты, им не нужно больше волноваться о их военном комплексе, военно-промышленный комплекс, им не нужно тратить деньги на эту ерунду. У них есть защита, и теперь они занимаются развитием своей страны. Вот и все. Это для тех, которые считают, что НАТО это настолько плохо, когда они находятся на чьей-то территории. Я могу, Ген, с тобой согласиться, что присутствует вот эта вот зависть, потому что НАТО это организация, которая, если дает обещание, если ты вступаешь в эту организацию, и если тебе эта организация обещает содействие, если она тебе обещает защиту, это будет стопроцентная защита. Это не просто будут слова, которые сказаны, как говорится, на ветер пущены. Это будет действительно действие. Ну, понимаешь, я могу сказать о том, что это не беспроблемная организация. В любой организации, в любой структуре есть свои проблемы. Ну, вот, например, там кто-то не платит свою часть взноса. Но он должен платить. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Слушайте, ребята. Я не знаю, может, я что-то путаю. Но ведь, по-моему, Россия пыталась вступить в НАТО в начале двухтысячных. Да. Там было не то, что она пыталась. Она, будем так говорить, выражаясь таким языком, закидывала удочки для того, чтобы понять, как это можно сделать. Кстати, она и сотрудничала с НАТО. Но было очень хорошее сотрудничество. Был представитель... Тот же Рогозин был представитель России. В организации НАТО. Там были свои военные, которые довольно успешно решали какие-то вопросы. Но, как говорится, все вернулось на свои. Ну, да, вот я это и хочу сказать. По всей видимости, то, что ничего не вышло. Поэтому сейчас Путин ее рвет и мечет. Я так понимаю. Спасибо. Я не думаю, что он, как говорится, по этому поводу огорчается. Я думаю, что он огорчается по тому поводу, что его усилия и его влияние, которое он так демонстрирует, оно ни к чему не приводит. А, скорее всего, приводит только к отторжению. От того, что страны... Вот смотрите, до последнее время, до последних пару месяцев, да, какое государство начало, вошло в конфликт с Россией. Ну, будем так говорить, в умеренный конфликт с Россией. Белоруссия. Казалось бы, давний партнер и союзник России. Но оказалось, что можно испортить отношения даже с этими ребятами, которые, в принципе, являются таким форпостом между Западом и Россией. Поэтому... Давай будем резюмировать, да. Я думаю, что НАТО, прежде всего, это охранительная организация, которая защищает интересы стран Европы от нажима и агрессивных действий Российской Федерации. Все, что я хотел бы, я бы хотел бы, чтобы Россия на сегодняшний день пыталась сотрудничать с этой организацией, а не считала эту организацию врагом. Потому что лучше сотрудничество, чем какая-то вражда. И участие в определенных, естественно, миротворческих конфликтах, которые нужно решать. Большое всем спасибо. Берегите себя. Всего самого лучшего. До следующего раза.